Предыстории вы знаете. Не мы были инициаторами обострения наших межгосударственных отношений. Наоборот, мы всегда выступали за то, чтобы эти отношения развивались на конструктивной, равноправной основе. Несмотря на наши запросы, предложения, связанные с деструктивной деятельностью ряда лиц, находящихся на территории Польши и некоторых прибалтийских стран, мы не получали такого же конструктивного ответа от наших партнеров. Поэтому мы были вынуждены пойти на некоторые резкие шаги, связанные с высылкой дипломатов из Бреста, из Гродно. Я не могу вообще воспринять, как можно проводить мероприятие в школе, связанное с гларификацией вот этих проклятых солдат. Это мероприятие, которое идет вразрез с нашим законодательством. И, может быть, у них они считаются героями, но у нас они считаются преступниками. И за это надо нести соответствующее наказание. Поэтому те уголовные дела, которые заведены против отдельных граждан Беларуси, подчеркну, имеют конкретные причины и есть конкретные доказательства их правонарушений и преступлений. То, что наши партнеры пытаются представить в некоторых международных организациях на внешнем контуре, как притеснение польского меньшинства в Беларуси, абсолютно не соответствует действительности. Мы полностью соблюдаем все наши международные обязательства в этой сфере. И более того, сегодня глава государства подчеркнул, чтобы ни в коей мере эти обязательства не были нарушены. Если мы и будем предпринимать какие-то действия, то все будет идти в соответствии с этими международными обязательствами, в соответствии с нашим законодательством. Мы заинтересованы в нормальных конструктивных отношениях с нашей соседкой Польшей и с другими соседними странами. Но это не значит, что мы будем смотреть сквозь пальцы на те деструктивные, разрушающие действия, которые предпринимает та или иная сторона против Беларуси. На этот счет, без сомнений, всегда найдется адекватный ответ. Сегодня главе государства были доложены и поддержаны конкретные меры, направленные на дальнейшее развитие отношений с нашими соседними странами, в том числе и с Польшей. Но еще раз повторюсь, исходя из того, что эти отношения должны развиваться на конструктивной, равноправной основе и с уважением внутреннего законодательства наших стран, а также международных обязательств. Мы заинтересованы и в развитии торгово-экономического взаимодействия. Сегодня обсуждался также и вопрос возможного возврата наших послов в наши страны. Но понятно, что для этого должно быть серьезное, скажем так, основание, позволяющее всем странам надеяться на то, что это приведет к более спокойному развитию ситуации, переводу ее в нормальное дискуссионное русло.